Дорогие друзья, приветствую вас. Вот сяду лицом к свету, чтобы нормальное было освещение. Так лучше видно меня, да? Во всяком случае, я немножко получше выгляжу, чем когда сижу боком к свету. В общем, сейчас я вас окунул в своё детство посредством 10 фактов из, как назвать-то, из 70-х, из моего детства. Так, а что я тут, когда черновик писала, что я... 10 фактов о советском периоде, которые покажутся вам странными. Вот так назовём. Так, тут мне надо расположить их в каком-то порядке, да, уложить, чтобы повествование было плавным. Так, начнём с быта. Итак, в домах, вот сейчас передо мной именно эти дома, это хрущёвские панельки, или брежневскими их называют. В общем, здесь у нас улица Солнечная, в основном застроена домами 60-х годов постройки. Наш дом, в котором я выросла, 39-й, был 68-го, по-моему, года постройки. Дом, в котором... Дома, вот в которых мы сейчас живём, 66-го года постройки. Ну, в общем, это панельные, крупнопанельные дома, обычные, такой, не очень удобные по нынешним временам планировки. Но по тем временам это были хорошие новые квартиры, тем более жилищный вопрос всегда в СССР, так же, как и в России, в Российской Федерации, стоял остров. В общем, так вот, в этих домах были печи, было печное отопление. Нет, было центральное отопление, безусловно, были проложены батареи, но в кухне, в маленькой 5-метровой кухне, ну, может быть, не 5, может быть, 6 метров, стояла печь из кирпича. Все 5 этажей были оснащены этими печами. Эта печь была не только прибор отопления, но и оборудование для приготовления пищи. Электрических плит не было. Ну, тех вот электрических больших плит, несколько конфорок и духовка. Таких плит не было в этих домах. Вот, печное отопление. И осуществлялся подвоз дров. Всегда во дворе у нас стояла поленница, где люди выходили, брали поленья. Ну, как правило, редко кто пользовался печами, разве что бабушки. Ну, я помню, что бабушки выходили и затапливали печку. Брали несколько поленцев, несли домой к себе кто-то на 5-м. Мы жили на 5-м этаже, напротив нас жила баба Дуся. Я не помню, она вообще топила или нет. Ее я не помню, не видела, но, возможно, да. А вот на первом этаже жила баба Маша, она наверняка топила печку и готовила себе на печи. Ну, в основном люди сразу же покупали электрические плитки, ну, такие вот обычные, небольшие, одноконфорочные. И готовили на ней, такая вот, знаете, такая спиральная, пружинка и такая спираль на ней из углеродистой стали в керамическом фарфоровом поддоне, гнезде. Ну, наверняка вы понимаете, о чем я говорю, если смотрите это видео. Вот, представьте себе, эти печи стояли и довольно долго мы были не одни, не самые первые, кто эту печь разобрал. Ну, со временем печи были разобраны за ненадобностью, освободили место в этой кухне. Я не знаю, как умещались, эта печь занимала метра два, да, минимум, и со своей трубой. Но я помню, что мама как-то пару раз, наверное, за все время эту печку затопила и в духовке что-то пекла. Да, мама пекла печенье, ну, один раз не на моих глазах, а ночью. Ну, вообще, в то время мама не была таким кулинаром, чтобы что-то печь. Какая-то выпечка у нас была большой редкостью, ну, выпечка в духовке была большой редкостью. Вот, ну, я помню, что мама испекла печенье, и утром мы встали, мама сплела корзиночку из газетных, ой, газетных, из журнала, ну, выбрала в журнале. В то же время не было и цветной бумаги, не продавалось, ну, чего-либо для поделок, для творчества, товара такого не было. Во всяком случае, у нас в Улан-Удэ. Мама из журнала вырезала какие-то полоски, ну, там, журнал не экран, но какой-то типа тоже про кинематографию. И там была изображена как будто пленка. По-моему, через все страницы, видимо, это проходило, такое декорирование страниц. Вот эти вот бордюрчики были вырезаны, из них была сплетена корзина, и в этой корзине было печенье. Мама вообще была очень творческим человеком. Вот, значит, так вот я отвлеклась, да, окуная вас в свое детство. Вот, со временем эти печи были разобраны, потом были разобраны у бабушки. Бабушка жила на бульваре, ну, в общем, в километре полутора от нас, тоже в нашем же районе, но подальше. Потом у нее разобрали эту печь. И кухня все равно, я сейчас смотрю, вот сейчас мы живем в такой квартире, в такой маленькой кухне, там мы едва помещаемся, ну, там, кухонная мебель. Ну, да, теперь место печки занимает кухонная мебель, имеется в виду шкафы, холодильник. Вот. Ну, в общем, вот такой факт был. То есть до 70-го, наверное, года, это точно, в Улан-Удэ дома были оснащены печами. Причем позже уже сдавали дом, ну, мы жили в 39-м доме, при нас сдавался, на моих глазах сдавался 18-й дом, он кирпичный, 20-й дом, он панельный, там были печи. Вот, и некоторые очень даже пользовались этими печами. Вот, наши знакомые, тетя Галя Рассадина, она сразу же, они были новоселы, она сразу же стала пользоваться этой печью, она там выпекала безе, ну, она каких только вещей не выпекала. Вот. Значит, следующий факт, ну, давайте дальше быть, продолжим. Стены в то время не были, не были оклеены обоями, обои были большая редкость. Вы заселялись в дом, стены были побелены, и в тех местах, где побелка не очень практична, стены были покрашены краской, ну, масляной или какой-нибудь, ну, та, которая, в общем, не мажется панели, ну, там, до середины, примерно, стены. Была панель, которая еще декорировалась филенкой, называлась филенка. Проводилась такая линия с где-то 5 миллиметров высотой, контрастной краской какой-нибудь. Проводилась линия, отделявшая эту панель от дальше побеленной стены. Кто такое помнит, ставьте лайк. У нас полонода была так. Так, что еще? Тут еще я что-то... Мне припомнилось, я уже забыла. Ну, рамы были деревянные, я этого не записывала, но давайте уж заодно раз вспомнили. Рамы были деревянные в окнах, естественно, ну, это было у многих. И зимой так намерзал лед, ну, то есть влага конденсировалась на холодных стеклах, застывала, потому что за окном-то мороз, замерзала, и на окнах образовывались узоры, чего сейчас вообще не наблюдается, да, с нашими пластиковыми окнами. Они были такой толщины к концу зимы, прям больше сантиметра, уже покрывались пылью, такие были серые. Ну, в общем, как снег на улицах у нас в концу зимы сереет, чернеет, так и внутри квартир эти замерзшие окна тоже могли чернеть. Если не ухаживать, да, не обслуживать, это лед периодически не отделять от окон. В общем, если не бороться с этой ситуацией, то вот такое было, да. Особенно в тех местах, где, ну, в подъезде, например, да, там же никто за окнами не смотрит, не ухаживает, вот там намерзали такие толстенный такой лед серого цвета к концу зимы. А за окном, с наружной стороны, такие нарастали карнизы над окнами от этого образовывшегося инея, который потом превращался в снег и в лед. То есть над окном были такие мощные карнизы, под окном, с подоконника свисали, с этого сотлива. В общем, вот такая была история. Теперь такого вообще не наблюдается, да, да, даже близко. Хотя у некоторых людей и остались деревянные рамы все еще с тех времен. Но что-то такого вообще не наблюдается. А сейчас, если посмотреть на наши дома, то видны следы вот этих вот испарений зимних. То есть побелка, нет, это не побелка называется, ну, в общем, панели снаружи раскрашены цветным колерованным материалом. Не знаю, что это, но это неизвестно, но что-то, в общем, какой-то краской, которая не водостойкая. И следы вот этих вот натеков, то, что надышали, остались возле окон на верхних этажах. Так. Двери не запирали, у меня написано. Очень многие, да, не запирали двери. Естественно, не было этих металлических вторых дверей, мощных таких всевозможных хитрых, сложных, прочных замков. Во многих домах оставались те ключи, которые, те замочки, которые строители, ну, которые вставлены были строителями, то есть такой несложный замок, который врезается в дверь и просто поворотом ключа дверь открывается. У многих, ну, мы закрывались, и у нас был накладной замок в нашей квартире, а вообще вот у моей подруги всегда была дверь открыта. Что, я думаю, свидетельствует о, как бы, о том, что родители происходят отсюда, из деревень, из русских деревень причем, да, где все-таки, мне кажется, бурят и дверь закрывали. А вот многие русские, да, у них была дверь не заперта, можно было, то есть свои сразу заходили, кто, ну, кто знает, что дверь открыта, могли сразу входить без стука в эту дверь. Я помню, ходили цыганки по квартире, ну, бывает же, что цыгане идут с какими-нибудь мошенническими целями, и обходят квартиры, чего сейчас, конечно, тоже не наблюдается, потому что сейчас домофоны, и там где-то и консьержки сидят, консьержи. В общем, цыганки, когда обходили, ну, или какие-то мошенники бывали, что всякие на доверии люди, которые промышляют тем, что по квартирам ходят, и как-то, ну, кто-то каким-то способом так или иначе подворовывает. Так вот, помню, зашла к нам цыганка с огромным таким упакованным, завернутым паласом безворсовым и говорит, ковер вам нужен, а у нас, правда, у нас никого нет дома. А она говорит, ну, мы говорим, нет, не нужен. А она все равно зашла в коридор и продала в прихожей, и продолжает стоять. Потом вошла моя младшая сестренка с ранеткой из варенья, грызет, цыганка посмотрела на нее голодными глазами и сказала, принеси, принеси мне ягодку. Я пошла за ягодкой. Я так понимаю, для чего, теперь я только, когда взрослый человек, я понимаю, для чего этот маневр сделан. Ей надо было проверить все карманы, ну, и посмотреть, нет ли тут в прихожей чего-то такого ценного, что она могла бы вынести. Принесли ей ягодку, дали, удивились, пожали плечами, и она ушла за своим ковром. Я не помню, что исчезла, но, наверное, мы не были богатыми, в прихожей ничего ценного не держали, так что мы даже и не заметили, если какой-то ущерб она нам нанесла, мы абсолютно не заметили его. Потом как-то заходили дядьки, как-то у нас в гостях еще была бабушка знакомая, пришел мужик и говорит, я тут напротив, говорит, к вашей соседке, хотел одолжить 5 рублей, не одолжите мне, она вам потом отдаст, потом зайду, срочно нужно 5 рублей. У нас не было 5 рублей, у нас было дело перед зарплатой, а у нашей гости были, она порылась в сумочке, достала 5 рублей и отдала этому дядьке. Потом часа через два пришла соседка, мы ей сказали, что приходил такой-то мужик, она сказала, нет, ничего не знаю. И, в общем, ну, получилось, что этот дядька просто взял нас на понт. Неплохо, да, 5 рублей это такие приличные деньги. Ну, скажем, сейчас как? Ну, не 5 тысяч, наверное, как тысячу, да, такой урон неприятный. Ну, кому как, мне сейчас, например, очень тяжело было бы с тысячей расстаться таким дурацким способом. Так. Еще, что касается быта. Мусоровоз. У нас не было мусоропроводов, не было мусорных контейнеров во дворе. Через день. У кого-то по четным, у кого-то по нечетным, у кого-то в 7 часов, у кого-то в другое время, у кого-то по утрам. А кажется, он и по утрам приходил. Приходила, в общем, машина мусоровозка. И все жители выходили со своими мусорными ведрами и выбрасывали мусор туда, вот в эту машину. Это была ужасная машина, серого цвета, вся грязная такая, заплеванная. Заплеванная – это мягко, но она вся в этом, конечно, в мусоре, в этих помоях. с ужасным запахом. К машине, помимо водителя, или сам водитель выполнял эту роль, в общем, прилагался рабочий с совковой лопатой, и он, значит, утрамбовал, управлял этим выдвигающимся. В общем, представьте, такой грузовичок там, газ, газ, не знаю, модификации не разбираюсь, и сзади у него такой выступ, оттуда выезжает такой контейнер, вы туда, значит, выбрасываете мусор, ну, бросают, бросают, когда переполняется этот контейнер, чуть меня подташнивать начинает, как я этот запах вспоминаю. И, значит, водитель, или, ну, этот рабочий, нажимает рычаг, этот контейнер въезжает туда, утрамбовывает мусор, и выезжает уже свободный. И все это вот оттуда свисали всякие бумажки. Мусор-то, он себе не только сухой, но и у кого какой. В общем, вот такое вот было у нас развлечение. Через день выходить в 7 вечера. У кого-то это был целый ритуал. Девочка из параллельного класса говорила, что она на улицу не выходит, просто так она даже мусор выбросить, она обязательно накрасится. В общем, сделает лицо, там ресницы накрасит. Окрасила она ресницы очень мощно, у нее такие были. Вот это вот тушь, обычная ленинградская плевачка. Ее нужно было разводить, щеточкой наносить на ресницы. У нее были длинные ресницы, но поскольку она сам блондинка, они, ресницы тоже были светлые. Мы ее никогда не видели не накрашенной. Я лично никогда не видела ее. В детстве я не помню, а только в старших классах уже помню. У нее ресницы целиком состояли из этой туши. Такие вот длиннющие. Вот. Так. Это у нас был четвертый факт. Ну, теперь давайте коснемся... В детский сад мы ходили. Дети в то время носили чулки, то есть колготок не было. Дети носили чулки, такие хлопчатобумажные. Все и мальчики, и девочки. И чулки держались на пажах. Это был такой пояс. А, подождите, не-не-не. Пояс был потом постарше. А у маленьких детей был, назывался лифчик. То есть такой лиф. Вышитали прямой. На нем были пуговки. И туда на эти пуговки пристегивались пажи. Пажи это такие резинки, которые с одной стороны цепляют чулок, а с другой стороны имеют петлю металлическую, которая на эту пуговицу навешивается. Вот такие пажики. И мы носили чулки. Мальчики, да, тоже были в чулках. А как иначе? То есть колготок не было, а как они? Потом ритузы надевали, да? Потом зимний вариант. Помимо этих чулок, мы еще надеваем, ну, видимо, такие трусы, панталоны хлопчатобумажные, с начесом внутри, которые мы терпеть не могли. И в садике всегда дразнили друг друга, если кого-то увидят в таких трусах. Вот. У девочек полагалось носить плавочки, никакие ужасные трусы не признавались. Ну, ты, если тебя увидят, да, ты рисковала быть навсегда задразненной, забуленной, подвергалась жесткому буллингу. Так. И, значит, эти панталоны, и поверх них двое должно было быть ритуз. Ритузы. Это называется ритузы, а не гамаши, потому что в некоторых регионах это называют гамашами. То есть брюки трикотажные, узкие, с этими, со штрипками внизу, с лямочками. Да. Ну, иногда без лямочек. Вот. Потом обязательно шерстяные носки. Может быть, двое под шерстяные носки могли пойти. Просто хлопчатобумажные. И валенки. Валенки были не подбитые, без подошвы, просто валенки. Валенок хватало, но если вам покупают на вырост, их могло, если вы аккуратно носите, ну, смотря какая походка, да, если вы их аккуратно носите, их на два сезона могло хватить. Если у вас такая походка, что вы стираете обувь, то только на один сезон валенок хватало вам. Ну, это речь не идет о детях. Дети быстро вырастают, так что на один сезон одна пара. Мама иногда мне покупала, мама всегда покупала где-то в других местах, теперь я знаю, что это была оцененка. Ой, какие оцененки, шикарные вещи, отличные вещи можно было купить. Вот. Мама мне покупала иногда валенки с подошвой. Не с калошами, а вот именно с посаженной на подошву. Такое. Ну, классные были валенки. И вообще мы ходили в валенки, и даже вот в 10 классе было не стыдно ходить в валенках. В моем детстве. Заканчивала я школу в 82 году. Так. Что я еще забыла? Так. Это я сказала. Теперь. В школу, да, в школу. В школу девочки носили косички. Две или одну. Обязательно заплетали. Там можно было по-разному. Можно было вот, ну, как колосочек, да. Если волосы здесь вот короткие, все надо вплести в косу, то значит, этими делаете колосок. Если волосы все одной длины и в обычную косичку вплетается. Дальше можно было делать корзиночку, то есть заплетаете одну косичку, вплетаете туда ленту, эту ленту обвязываете вокруг второго хвоста, завязываете бант, теперь вторую косичку заплетаете и привязываете к этой косичке. Вот у вас, получается, две косы. Корзиночка называлась, такая прическа. Так, если одна или, ну, или две, можно калачика. То есть заплели косичку, подогнули ее, обвязали вокруг хвостика, ну, вокруг этого пучка, завязали ленточку, вот у вас калачик, баранка. Также можно было поступать с одной косой. Так. Значит, вплита, обязательно вплетали в косу ленту, завязывали бантами. Лента была капроновая. У мамы, ну, более старшие поколения, наверное, атласные. Ну, я уже в том поколении, где капроновых лент было. Море любого цвета, любой ширины. Вот. Ленточки, да, носили. Затем, позже, пока я училась в школе, уже вот эти, прошла мода, ну, стало как-то слишком, устарело, в общем, заплетание лентами. И стали эти ленты, из этих лентов собирать такие цветочки, розочки, с помощью нитки, то есть одну сторону. Вот ленту у вас, вы по одной, одну сторону собираете ниткой, с иголкой пронизываете эту, этой ниткой стягиваете. У вас получается такая розочка. Вы потом закрепляете, вот этот вот, ну, собираете, закрепляете, и прикрепляете к резинке. Резинки в то время были черные резиновые, то есть нарезанная камера. Вот. И такие банты потом стали носить, ну, то есть, такие банты вытеснили потом, вот это вот заплетание ленточками. Все стали пользоваться резинками, вот этими от камер. Хотя не скажу, что не было, что промышленность не предлагала. Мама опять-таки мне покупала, еще в детском саду, я помню, покупала такие резиночки с божьими коровками. Такие пластмассовые, крупные божьи коровки. На резинке там собираешь, можно хвостик завязать, там косичку перевязать. Это и резинка. Вот смотрите, у нас тут, у меня тут остались в запасах такие ленты. У кого-то, наверное, такая лента вызывает ужас, потому что ассоциируется с погребальным обрядом. Это не смешно. И вот лента непрозрачная. Ой, она совсем другая в камере, да? Здесь она такого фуксии. Ну, это не фуксия, но это не такой кора. То есть, она рыжая у вас, оранжевая, а она на самом деле вот как краешек, видите? Розовая. Неоново-розовая. В общем, вот так вот собиралась. Не получается у меня. Да, кстати, когда вы покупали новую ленту, вы еще берете так. Надо еще отдельно видео снять, как край ленты обработать. Берете книгу потолще. Так, какую книгу возьму, чтобы было совсем аутентично. Берем такую вот толстую книгу. Философия. Зажимаем. Подтягиваем. И поджигаем. Так, ну-ка, сейчас получится или нет? Я прям боюсь. Так, спичка здесь есть, а коробок есть ли? Коробка, наверное, нет. Так, вот для швейных нож, для всяких рукодельных нож, что у меня есть зажигалка. Чуть-чуть надо больше подтянуть. Слишком много торчит. А здесь слишком мало. Так, подрезать, наверное, надо. И тут лишнего много торчит. Вот совсем аутентично. И можно было очень ровно отделать. Ай, книга не горит. Сейчас еще библиотечную книгу Вот так вот обращаемся к книгам. И вот вам, пожалуйста, острый край отдела. Кто не знал, дарю. Ну, такой лайфхак. Не знаю, как он пригодится. Так, ну и я не знаю. Нет, я не буду вам делать розочку из этого банта. Вот. Так, что дальше у нас? Так, да, ленты. Вот почему черная лента, да, должна вызывать не только такие ассоциации. В школе разрешалось носить ленты только черного или коричневого цвета. Никаких цветных. Ну, это в нашей школе так. По праздникам белые. Все. Поэтому у меня черная лента ассоциируется со школой. А не с грубым. Так. Дальше что? Школьная форма была. Ну, это всем известно. Да, это общеизвестный факт. Школьная форма была для девочек коричневое платье из шерстяной ткани. Из определенной шерстяной ткани она такая была. Не очень жаркая. То есть... Так, фартук тоже из такой же ткани примерно. Мог быть из любой другой ткани. Были сатиновые фартуки. Черные и белые. Белые могли быть из гипюра. Кто побогаче. Ну, из любой белой ткани шили, в принципе. Так. Фартуки черные обычно мы шили сами. Ну, то есть, для первого класса мама купила мне готовый фартук. Ну, и вообще, если ей попадался красивый фартук, она покупала. Так. В старших классах я уже шила сама. Я шила сама уже для девятого-десятого класса себе платье, чтобы оно было модное, как я хотела. Вообще, шиком были платья с плесированной юбкой. Их кому-нибудь привозили там из Москвы. Бог знает еще откуда. Отдельные модницы, всякие офицерские дочки могли носить платья синего цвета. То есть, им за это тоже ничего не было. Никакого выговора. Ну, форменное платье. И раз купили, теперь что? Бог пододевать. Вот. Чуть попозже. Вот моя сестренка, она 78-го года рождения, там школьную форму сделали свободной. То есть, люди ходили в школу в чем... ну, в чем хотели. Так. Если было холодно, а зимой было холодно в одном платье, можно было надеть кофту, но таким дурацким способом под фартук. Чтобы как бы школьную форму, ну, в общем, чтобы, видимо, не пестрило в глазах какая-то была такая установка, чтобы все были одинаковые, как инкубаторские. То есть, запретить вам кофту надеть не могут, но ты надеваешь ее на платье, а сверху фартук. Это так по-дурацки выглядело, как я понимаю. Но поскольку все так ходили, ну, никого, никто и не это. А что сделаешь? Требуют, носишь. Мальчики ходили, вот, я была одной из первых, то есть, наш выпуск был первым, у кого форму поменяли, то есть, произошла реформа этой школьной формы, ну, выпустили новую форму. И наша форма нашего поколения, это синяя форма. Ну, вот, как в фильме «Приключения электроника», ну, и вот в этих фильмах, да, конца 70-х, 80-х годов. Школьная форма, это образца 70-х годов, то есть, это не пиджак, а жакет, стянутый внизу на поясе, здесь, что там, у них немножко лацканы, кажется, были, ну, такой тип курточки, да, немножко походило на курточку. А в старших классах, когда я ходила, носили, мальчики донашивали еще серую форму, ну, такую, как в фильмах «Доживем до понедельника» или «Чудак из 5-го Б». «Чудак из 5-го Б» кстати, очень классный фильм. Мне он так нравится. Мне там все нравится. И все герои, и вот эти отношения, и какой-то мальчик сам такой умный, лиричный, такой поэт в душе. Мне очень нравится. Так, это что касается формы. Что еще? Ну, у нас регионы не такой теплые, так что, когда жарко, мы, в принципе, все равно в той же форме ходили. У нас нет, например, летнего варианта, да, с коротким рукавом. И если настолько жарко конец мая или начало сентября, что в колготках жарко, ну, носили гольфы, белые гольфики. Ну, это редко, это прямо там может быть раз за весь учебный год. Один раз тебе удастся осенью и один раз весной в таком виде пройтись по улице. Портфели были и ранцы. Портфели тяжеленные такие, вот, и я недавно подняла портфель первоклассницы, племянницы. Это же ужас, как бедные дети это носят. просто такие тяжелые сумки не носят никто из населения, кроме вот первоклассников, ну, кроме школьников. Потом уже, когда постарше становятся, поумнее, наверное, все не носят с собой. Мы в старших классах договаривались, да, одноклассницей, которая со мной за партой сидела, что кто что принесет, чтобы все шесть учебников не тащить. так, что еще? Так, писали, писали мы, вот именно наш выпуск пошел, в 72-м году я пошла в первый класс, мы писали уже шариковыми ручками обычными. А до нас и некоторые учителя, кому достались другие учителя ретроградные, ну, один у нас класс был из параллели Г-класс, они писали чернильными ручками. То есть, ну, учительница считала, что так они выработают красивый почерк, научатся чисто писать, вот. Не знаю, шариковая ручка иногда тоже так мажет, что в пору учиться чисто писанию. чисто писание у нас как-то был один урок. Вообще, я это слово часто слышала и думаю, ну, когда же у нас будет чисто писание? Мне бы не помешало, я очень грязно пишу. Так, и что я хотела сказать, а, еще хотела, кстати, сказать, как-то у меня сын спрашивает, мама, а почему говорят авторучка, что это? Вот, авторучкой называется чернильная ручка заправленная, уже, ну, в ней уже имеется отсек для чернил, и она заправляется и пишет долго, ну, столько, пока чернила не закончатся, да, и, а до этого, да, вот, ну, поколение моей мамы, например, они писали обычными чернильными ручками, которые макают в чернила и пишут. Вот это была заморока, да, представьте себе, как люди писали вплоть до 10 класса, это же сколько времени они теряли, но зато какие у них красивые почерки у всех, вот у маминого поколения, кто, особенно люди, которые из деревни, так красиво пишут, такой почерк, как у учителя на доске, сейчас и учителя-то не всегда пишут красиво на доске, я не знаю, учителя обучают каллиграфии или нет, в общем, так, это что касается авторучки, да, кстати, тетрадки были с промокашками, шли, ну, то есть, вот открываете тетрадку, а здесь вот такой вот листик промокашка из такой бумаги, которая впитывает, ну, типа салфеточной, и это, ну, мы назначение этой промокашки не понимали, позже, конечно, когда повзрослели, когда стали понимать, что мир меняется, поняли, что ею, этой промокашкой надо было промокать кляксы, которые от ручки, ну, если чернила стекут с пера ручки, прямо на тетрадный лист, можно было с помощью промокашки решить этот вопрос, не знаю, никогда не пробовала, мне кажется, все равно свет остается, да, так, что я еще не сказала, в магазине, так, это я сказала, это я сказала, вот, теперь давайте, что касается магазинов, кстати говоря, когда говорят о советском времени, что была колбаса по 2,20, там, ну, все было доступно, правда, цены были такие, колбаса 2,20, докторская, 2,90 любительская, хлеб, 16 рублей у нас стоил украинский, 28 белый подовый, 22 белый, такой кирпичик, по-моему, вес буханок был, знаете, даже вот килограмм, по килограмму были, ну, если не килограмм, ну, наверное, в мою бытность, это буханка хлеба 800 граммов обычно весила, это не то, что сейчас 600 или 500 даже граммов, да, по объему хлеб остается тот же, а по весу легче, так, какие еще цены, я помню, молоко 28, 1 литр, творог, сметана рубль 40, если жирная, если, ну, 20% жирности, 15% жирности, рубль 25, что ли, какая-то такая цена была в нашем регионе, мука 16, выше сорт 16 копеек за килограмм, это, кстати, копейки, да, 16 копеек, хлеб тоже в копейках, шоколадки, шоколадный батончик был 33, такой батончик, не 100 граммовый, наверное, сейчас такие батончики есть, но они вот были батончики Куйбышевской фабрики, Бабаевской фабрики, батон такой толстого шоколада, внутри есть начинка, это не плитка шоколада, 100 граммовая, 33 стоила, 100 граммовые плитки не помнятся, честно говоря, 33, так, продолжаем, и закругляемся, в общем, десятый факт, это то, что в магазинах не было пакетиков, полиэтиленовых, вообще никаких полиэтилена не было, в целлофан могли быть обернуты какие-нибудь готовые уже упаковки, капроновые чулки в упаковке, могли быть, но очень редко, когда промышленные товары, одежда, одежда, она, в общем, тоже не была упакована, редко когда была упакована, в общем, значит, целлофана не было, весь товар упаковывался в оберточную бумагу, бумага была такого качества, ну, вот сейчас, такие делают стилизованные под совок, серо-оберточные бумаги, бумага была не такого качества, эта бумага именно стилизована, она такого более высокого качества, а та бумага шла, делалась, наверное, из отходов бумажных, из макулатуры, спрессованная, такая рыхленькая, ну, разные были, типа, оберточных бумаг, кстати говоря, вот, я помню, у нас химчисток не было, не было так распространено, особенно в моем детстве химчисток вообще не было, а вот когда я училась в Москве, там в химчистках, или в прачечных, где белье сдаешь, а потом забираешь, не прачечные самообслуживания, а прачечные, такие, где надо сдавать и забирать потом, там оборачивали твою одежду в такую рыхлую бумагу, которую, как-то я читала совет, можно мыть окна ею, ее растворяешь водой, она вся вот расползается, и вот этой вот смесью было хорошо мыть окна, в общем, они якобы отмывались, это я только читала, пробовать не пробовала такое, но верю, что да, вполне такое могло быть, так, и в общем, все-все-все, абсолютно все заворачивалось в такую бумагу, сворачивался такой кулек, так, технику сворачивания кульков, сворачиваешься такой кулек, так, так, сейчас, так, берете, сгибаете, сворачиваете, 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 так, так, а здесь как, загибаете, нет, здесь как-то еще застегивалось, ой, я забыла, слушайте, совсем уже, а, ну, вот так вот, вот так, и сюда, и вот в такой кулек, вот в такой кулек, так, стоп, я, кажется, и вот в такой кулек вам накладывали творог, представьте себе, его надо было донести домой, с таким кульком к нам приходила бабушка, но не наша бабушка, родная, а такая родственная, у моей мамы сложная семейная система, ну, в общем, это вторая жена его, ее отца, ее родного отца, вот, она к нам приходила в гости, и вот в таком куле она нам приносила яблоки, ну, куй был такой большой, туда 3 килограмма помещалось, приносила яблоки, вот такая у нас была действительность, потом, позже, когда мы учились в школе, появились бумажные пакеты, мешочки, вот, в которых сейчас крупу упаковывают, да, такого типа пакеты, кстати, у нас эти пакеты, у нас в Улан-Удэ заворачиваются вот таким вот образом, то есть я вот сворачиваю, вот так вот и заправляю, а в Москве продавцы этот пакет закрывали так, загнули, 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 вот здесь такой самолетик, и раз, все, вот это было закрытие пакета, бумажный пакет, бумажный пакет, бумажный пакет вообще ненадежный, ненадежный упаковка, вот, так, ну это все, вот все 10 фактов, я вам перечислила, которые хотела, если это видео было хоть кому-нибудь интересное, не забудьте поставить лайк, пишите свои дополнения, если у вас что-то было иначе, обязательно об этом напишите, это будет интересно, создадим такую антологию советской жизни, антологию, вот, нет, правда будет интересно почитать, и вы, если вы принадлежите к другому поколению, напишите приколы вашего поколения, в общем, я вам рассказала про советский быт, школу, детский сад, магазины, 70-х годов, ну почти полностью 70-х, да, от начала 70-х, до конца 70-х, с вами была Аюна Коновалова, подписывайтесь на мой канал, смотрите, мой плейлист, болтологи и прочие, теги, как-то так называется, ссылочку оставлю, и будем вместе, нажмите колокольчик, чтобы получать оповещения моих видео, они бывают нечастые, но зато у меня очень много видео есть уже на канале, так что не соскучитесь, надеюсь, желаю вам всего самого-самого наилучшего, всем пока!